Штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами до 360 часов накажут работодатели, которые без основания уволят или откажутся принимать на работу людей предпенсионного возраста. Об этом говорится в поправках в уголовный кодекс, который внес в Госдуму президент страны. Спикер Думы Вячеслав Володин считает, что законодательные инициативы Владимира Путина направлены на защиту интересов граждан в условиях изменения пенсионной системы. Ряд предпринимателей Алтайского края сегодня уже высказали и свое мнение относительно этой инициативы. Если брать сельское хозяйство, конечно, я не могу держать механизатора до 65 лет. Ему просто физически будет тяжело работать. Или доярку до 60 лет. Надо найти золотую середину. Может быть, не привлекать к ответственности работодателей сразу к административной либо уголовной, а может быть, какими-то экономическими мерами, рычагами, стимулированием. Может быть, понизить взносы в фонды обязательные. Я считаю, что тут должны быть экономические методы работы. Мотивация и заинтересовать и бизнес, и работодателей, чтобы было интересно, но выгодно работодателю не применять какие-то меры в отношении предпенсионеров, либо принимать на работу. Напомним, президент в своем обращении к жителям страны отметил, что дал поручение правительству предложить стимулы для бизнеса, чтобы у работодателей был интерес сохранять на работе граждан предпенсионного возраста. Пока подобные меры в стране отсутствуют.